По особенностям натуральных материалов вы, конечно, знаете. Здесь на первом месте это экологичность, на втором месте это отсутствие, как это выразится правильно, робопорта, вот как в обоих идет повтор рисунка, в натуральном материале этого не будет. Чем мы интересим? Особенно на сегодняшний день. Те квартиры, которые были у наших родителей, я еще даже застала, такие маленькая квартирка, маленькая комнатка, в которой там все плотно затыкано мебелью и пола как такового не видно. То мы ушли в прошлом. На сегодняшний день у нас существуют гостиные по 50-90 метров, у нас существуют просторные спальни, хорошие детские, большие коридоры. И здесь красота напольного покрытия, она уже видна. Это первое. И второе. Если вы покупаете ламинат, то в зависимости от того, какой вы ламинат покупаете, какого бренда, там идет в пачке определенное количество рисунков. Допустим, в упаковке 8 досок, 6 из них разного рисунка, а дальше начинается повтор. На большой комнате, допустим, вот у меня недавно был клиент, 57 метров гостиная. И достаточно пустая. И начинается вот на полу четко вот этот сучок. Раз, два, три. И пошло, и пошло, и пошло. Мне это не нравится. Я говорю, ну, если вам это не нравится, то здесь единственный вариант уйти от ламинированного покрытия и взять натуральное. Потому что натуральное покрытие не повторяется. Оно абсолютно уникально в этом плане. Но у натуральных покрытий это плюсы. То, что я вам рассказала. Экологичность. Отсутствие высокой теплопроводности. То есть полы намного теплее. Все натуральные полы намного теплее, чем полы синтетические или изоступленного покрытия. Третье. Гигиеничность. Красота. То есть вот такие большие плюсы внешнего вида. Но у натурального покрытия в силу вот его конструктивов и в силу того, что он натуральный, есть все-таки и отрицательные свойства. Это достаточно драматичная поверхность. То есть если вы по ламинату провезли мебель, то это как бы ничего. По керамограммиту тоже ничего. То по натуральному с керам, вспоминая же проблемы, приходят мебельщики, приходят обойщики, приходят монтажники дверей. И начинается у нас тут вмятина, тут царапина, тут топа-топа. Поэтому натуральное покрытие мы на сегодняшний день советуем монтировать практически в последнюю очередь. Ну это я немножко перед забежала на работу. То есть если натуральное покрытие, оно как правило идет уже с нанесенным лаком, с нанесенным маслом. Виды покрытия на сегодняшний день разные. То есть выполнение верхнего лицевого слоя уже закончено. После натурального покрытия, после покрытия полового, напольного, уже идет только монтаж дверей. Все. Обои, электриконатяжные потолки, скафель, тем более керамогранит, все должно быть выполнено. Потому что я не уверена, не то что в квалификации, а в аккуратности тех мастеров, которые работают. И к сожалению, мы с этим часто сталкиваемся. То есть мастер, который лепит кафель в ванной, вот в этих же своих кроссовках или в тапочках, где у него там песок на ногах, он пойдет по вашим. Вы за ваших уговорили на чем за 8 тысяч, он пошел. И что мы потом будем делать? Мы будем расстраиваться. А главное будет расстраиваться заказчик. Вот. То есть вот это такой минус. Как можно решить эту проблему? Первое, это значит укладывать доску, натуральное покрытие, пробку, мармону в самом конце. Можно поклеить обои, можно поставить розетки уже на поклеенных обоях полностью. Можно смонтировать потолок натяжную, то есть все сделать. Потом уложить на поле покрытия и смонтировать двери. Все, и он закончен. Можно уходить.